Я нахожусь недалеко от клуба, где тренируются ребята из клуба единоборств воля. Сегодня мы будем проводить у них семинар по ударной технике. Тема у Шара Малаши. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, закончился наш семинар. Очень классно поработали. Мне понравилось. И, кстати, у ребят у Шара Малаши очень даже неплохо начало получаться под конец. И сейчас я сижу с Евгением. Евгений – это мой друг. Ко мне часто на тренировки заходит. И Женя является как раз директором и старшим инструктором клуба единоборств воля. Женек, привет. Спасибо, что пригласил. Тебе спасибо. И к тебе такой главный вопрос. Я просто знаю, что твой клуб воля, помимо смешанных единоборств, еще очень много внимания уделяет работе с ножом. Расскажи немного телезрителям, чем конкретно вы занимаетесь на тренировке с ножом. Откуда вы черпаете знания и вообще, в принципе, чем занимается твой клуб? Ну, в нашем клубе есть некая такая концепция товарищества. И максимально, скажем так, мы приветствуем максимально разнообразный тренинг. То есть все, что укладывается в рамки, скажем так, рабочей программы, мы это стараемся перенимать. Основной акцент мы делаем на ММР и на работу с ножом. Так получилось, что проект ножевого боя, скажем так, он в нашем клубе существует несколько аутентично. И он имеет статус как бы официального представительства европейского центра Данза Макабра, который практикует традиционные средиземноморские техники по работе с холодным оружием. Ну, несмотря на то, что мы занимаемся в основном традицией, то есть это вопросы, то есть это изучение техник, которые применялись в старые времена на Средиземноморье, это юг Италии, Испания, Корсика. Для решения вопросов чести и достоинства, да, мы также практикуем и спортивные ножевые бои. Сейчас это направление достаточно такими быстрыми темпами развивается в Москве. Как я слышал, даже выезжаете на семинары и на соревнования. Да, да, выезжаем на семинары, на соревнования, что, в общем-то, мы относимся к спорту как к некой части подготовки. То есть спорт не сама цель, но вполне неплохо выступить на соревнованиях по спортивным правилам. Это дает лишнюю практику и навык поединков, как, в принципе, любой, да. То есть таким образом развивалось практически любое боевое искусство. Я сам выходец из карате, и я знаю, что карате также зарождалось, как некое воинское традиционное искусство, а потом перешло в разряд спортивных поединков, стали устраивать соревнования. И сейчас это больше имеет спортивную особенность. Но до сих пор сохранились люди, которые практикуют карате именно как традицию, да, не как спорт. Все. Друзья, приходите обязательно, приходите заниматься вообще в клубы, приходите заниматься, занимайтесь спортом. И вот можете прийти в клуб Воля, заниматься миксфайтом и изучать также техники владения холодным оружием. Женек, спасибо еще разочек, что пригласил. Андрей, спасибо. До скорых встреч.